Добрый вечер! Рада приветствовать вас в аукционном доме МакДугалс. Аукционный дом МакДугалс – это единственный аукционный дом, который специализируется исключительно на русском искусстве. Создан он был уже более 10 лет назад, и с тех пор прочно вошел в тройку лидеров по русскому искусству. Он необычен в том смысле, что он был основан людьми, то есть мной и мужем. До этого не занимаешься никакой дилерской деятельностью. Мы просто были коллекционерами, мы любили русское искусство, и решили вот так вот официально оформить свою любовь, создав свой собственный аукционный дом. Вначале нам помогали друзья, сейчас круг этих друзей расширился. У нас потрясающая команда, и все люди, которые здесь работают, безусловно, любят русское искусство и преданы своему делу. Кроме штатных сотрудников, мы широко сотрудничаем с экспертами, приглашаем себе различных искусствоведов, чтобы как бы все время шло живое общение, обмен знаниями, творческими импульсами. Мы, конечно, начали просто с коммерческой деятельности. Мы продавали и продаем все, от икон до фарфора, до современной живописи. Но постепенно мы почувствовали потребность людей, живущих в Англии, особенно не только смотреть и коллекционировать, и инвестировать в картины. Мы почувствовали, что людям нужны знания, нужен творческий импульс, чтобы еще больше полюбить русское искусство и русское живопись. Поэтому вот уже много лет мы регулярно проводим лекции, мы делаем выставки, коммерческие, некоммерческие. Мы делаем специализированные аукционные иконы. Мы часто проводили и проводим выставки нонконформистов. 3 июня, в русскую неделю, традиционно, уже 11 год, мы представим коллекционерам и инвесторам русскую живопись, подборку работ. В нее войдут классики, в нее войдут Шишкин, работа Айвазовского, 19 век, иконы. Начало 20 века представлены величайшими русскими мастерами – Бродским, Фешином, Сомовым, Ларионовым. На торги будет выставлен чудесный альбом его рисунков. Так что мы ждем коллекционеров и любителей живописи к нам на Макдубус. А сегодня у нас лекция. Лекция, посвященная на сегодняшний день очень малоизученному и, наверное, не очень понятному, не очень модному, но тем не менее потрясающему художественному явлению, так называемому сырому стилю, художественному направлению второй половины 20 века. И мы показывали выставку работ, она шла у нас 3 недели. Мы показывали работу Никонова, Андронова, неизвестного. И вот сегодня, завершая выставку, закрывая ее, сегодня мы пригласили наших друзей, всех, кто интересуется русским искусством, на нашу лекцию, посвященную эпохе Оттепели, эпохе Хрущеву. И о том, собственно, мы хотим рассказать о том, какой обстановке и как работали, и творили мастера второй половины 20 века в России, художники так называемого сырого стиля. И я представлю нашим слушателем сегодняшний день, доктор Катерин МакДугал. Мне хотелось бы поговорить об эпохе Оттепели, о выставке в Манеже, о том, как произошло столкновение власти и художников в тот момент, когда, казалось, у русского искусства есть шанс полностью раскрепоститься, освободиться от цензуры и стать по-настоящему свободным искусством, по-настоящему свободном обществе. Вот об надеждах тех лет, о вдохновении художников и о том, что из этого получилось, мне бы и хотелось сегодня всем рассказать. Хочу начать свою лекцию с наглядного пособия, с работы неизвестного как раз с того периода, 64-го года, который называется «Человек сердца». Глядя на очень похожую работу, Никита Сергеевич Крущев в Манеже произнес, «Был я простым шахтером, не понимал. Был я политработником, не понимал. А теперь я премьер и генеральный секретарь и все равно не понимаю». Я пытаюсь донести мысль, что все, что произошло в Манеже, что потом определило русско-худостную историю, было направлено не на каких-то диссидентах или на комыслищих. Это прежде всего было направлено на официальных художников, на своих же членов официальных союзов, потому что практически все те художники, которые потом будут столпами неофициального искусства, они были членами либо мозга, либо горкома графиков. Это была атмосфера, когда все верили, что будут изменены, и было совсем непонятно, кто возьмет вверх. И вот в 1962 году уже стало понятно, что именно молодые мосховцы как бы имеют все шансы перечеркнуть соцреализм и его яростных, абсолютно живых, полных сил представителей, и начать утверждать как бы совсем не социалистические идеи в искусстве. Мосховцы сразу определили, что вот это вот поколение, последнее поколение соцреализма, Нечи Тайло, тот же Серов, это то, от чего они хотят откреститься. И, собственно, выставка «Мосх» задумывается не как выставка «Мосх», а рамки расширяются, и буквально из-под диванов, из шкафов вытаскивается полотна бубнового валетовцев, вытаскивается полотна остовцев. И мозг говорит о том, что наши корни, и как бы мы не родом не из соцреализма, а мы родом из оста, авангарда, наши учителя другие. То есть происходит реальная реабилитация тех имен, которые, в общем, забыли. Как бы 30-летие Мосха, как бы соцреализм, потому что он был приглашен в 30-х, все союзы были уничтожены, остался один, и вдруг на такой выставке, которая должна представлять завоевание победы, будут выставляться такие художники, как Фальк, обнажённая, 23-го года, на ней выставляется Штеренберг, Аниська, на ней выставляется Лучишкин, на ней выставляются полотна как бы вроде и официальных мастеров, но абсолютно ещё не соцреалистических. Это Кончаловский, портрет Мерхольда, это полотёр. На этой выставке выставлялся Некритин, на этой выставке выставлялся Древин, расстрелянный, на этой выставке выставлялся Дальцова, на этой выставке же, наверное, к этой же группе работ выставлялся Дейнека, улица времени. И всё это иногда выставляется на первом плане, тогда, как работы живых классиков соцреализма, они задвинуты куда-то в угол, и как бы на фоне мастеров 20-30-х годов выглядят, может быть, менее убедительны. Я не пытаюсь сказать, что было плохо, что хорошо. Я говорю о том, что столкнулись поколения и различные художественные теологии. То есть был колхозный праздник, пожалуйста. Опять же, я продолжаю, да, Герасимова, это уже Александр, брат Ленина на трибуне, выступление Ленина на Втором Всероссийском съезде, декрет о земле Серова, глава Всероссийского комитета, строительница, ну и, естественно, работы Локтионова, курсанты, и переезд в новую квартиру. То есть сейчас это вызывает смех, а тогда это вот типичный пример соцреализма. Так вот, что же происходит? Происходит следующее. Выставка Москва открывается 4 ноября. Открывается она в Манеже, критика положительного известия, правда, все дают положительные рецензии. 29 ноября, то есть практически после того, как московская выставка существует уже месяц. Открывается студия Элия Белютина. Элий Белютин – это человек, которому нужно написать роман, он итальянец, он завораживающий педагог, он легендарная личность. Студия Белютина, как и многие тогда художественные студии, была направлена на обучение непрофессиональных художников. Вечером раздается звонок из СК, приезжают машины, грузят эти вот работы белютинцев в пикапчики и везут их в Манеж. Потому что уже известно, что на следующий день, 1 декабря 1962 года, должно состояться приезд Хрущева. Хрущев пришел к подготовленному выставку. Ему не просто объяснили, что в народе в тех многочисленных анекдотах про нем рассказывают, его называют шутом на троне, и дураком, и простаком в колпаке. Сначала он пришел благодушно, он ходил по основному залу, он видел рыбаков, он что-то узнавал, ему было хорошо. Потом он пришел, дошел до полотен сурового стиля, и тут он взорвался. Это, прежде всего, Никонов, это наши будни, Платогоны Андронова, естественно, Воснецов, и это братья Смольные. Именно эти пять имен, составляющие ядро сурового стиля, эти пять имен и подверглись наибольшей критике. Он взорвался, потому что он ощутил эти работы как плевок в душу. И не даром он на этой выставке, он говорит, что я, что касается искусства, сталинист, потому что ему нужно было, чтобы искусство поддерживало, чтобы искусство вдохновляло, несло радость. Ведь социализм уже построили, начали строить коммунизм, обещали его, по-моему, если не ошибаюсь, построить к 80-му году. И тут он увидел этих плотогонов, зверобоев, увидел этот черный, земельный тона, эти плоские контуры, это, как писал Глазунов, узколобых уродов. Сначала вызвали Билютина, потом вызвали Неизвестного, потому что Неизвестные работы были и на том, и на следующем этаже. Неизвестный выставлялся как раз вот на этой Билютине выставке, и повели его на антресоле, на эти вот три технических помещения, где всю ночь развешивали Билютина, зная реакцию Хрущева, предсказав реакцию Хрущева, накрутив его, и тут, конечно, происходит взрыв. Очень часто почему-то путают и говорят о том, что Хрущев грозился сослать, расстрелять. Этого не было. Это было, проскальзывало в речах его сопровождающих Суфлова и же с ним. Последствия все, включая Неизвестного, они открестятся от Билютина, они скажут, что мы не с Билютиным. И вот тут происходит разделение, на мой взгляд, на неофициальное искусство, на диссидентов и недиссидентов, потому что дело даже не в том, что прорабатываются и официальной критикой ругают Билютину студию, а дело в том, что все мосховцы до одного сказали, типа, мы не с Билютиным и к этому отношению не имеем. Неизвестный скажет, когда я выставляю свои работы, я не смотрю, что развешано на стенах. И вот это вот, ну, я не хочу говорить слово предательство, потому что как бы это уже, получается, мы их судим. Но вот то, что сама интеллигенция отмежевалась, вот, в общем-то, абсолютно безобидного явления, от попытки сказать свое слово, от попытки экспериментов, живописи, от попытки какого-то зачаточного новаторства, это очень важно. ни один человек не защитил этих несчастных билютинцев, и вот отсюда уже как бы и пошел этот раскол не просто официально, неофициально, но и среди своих художников, потому что билютинцы до конца дней, естественно, не простили, как, в общем-то, и не простят те, кто попал под какую-то меру, вот тех, кто как бы остался с официальным искусством. Отсюда важно понимать и пойдет этот процесс, который, собственно, и закончится через 12 лет в 1974 году бульдозерной выставкой. Я в конце хотела бы, наверное, непосредственно рассказать о главном художнике сурового стиля, это о Викторе Попкове. Попков был удивительно обласканным художником. Он вступил в Союз 27 лет и практически каждый год выставлялся во многих выставках, он бывал за рубежом, ему вручали грамоты в Париже, он не менее двух раз был в Венеции, он ездил в ГДР с юбилейными выставками, при этом живопись его очень-очень далека от социалистической. Одна из загадок российской художественной истории, почему, скажем, Никонова ругали, а Попкова любили и, в общем, всячески его поддерживали. Начинал он, безусловно, как типичный художник сурового стиля. суровый стиль это, безусловно, реакция на соцреализм. То есть, если в соцреализме всё было, во-первых, радостно, поскольку это, в общем, не имело отношения к реализму, а это был идеологический реализм, ну, это моё собственное определение. Это был натурализм, это решало какие-то политические, идеологические задачи, но всё было очень выписано, чтобы сделать, придать этому как бы вид вот такой натуралистически похожий на реальную жизнь во всём, кроме самого смысла, то, безусловно, художники сурового стиля, во-первых, в тоне, в этих чёрных тонах, в земляных красках, стали резкой реакцией на соцреализм, во-вторых, в пластическом решении, в том, что они не пытались решить политическую задачу, а говорят о том, что мы хотим выражать жизнь пластическим, живописным языком. Тут мы имеем дело с обобщёнными образами, с контрастными цветовыми полями, с плоскостным изображением, с контурными линиями, с неким обобщённо-плакатно-остовским образом. И молодой Папков схватывает это моментально. его типичные строители Браска Гэс, это чёрный цвет, это в данном случае цвет, который для своего Папкова обозначал реальность. Ещё один классический пример периода Папкова сурового стиля, тут немножко это от Дейнеки, но если в предыдущей картине строители Браска Гэс, они как бы ещё, как бы, эти фигуры связаны, то здесь они ещё оборачиваются, они смотрят на руку и идёт какой-то, как бы, люди как-то между собой взаимодействуют, то в данном случае, хотя как бы это закруглённая, такая круговая композиция, люди, на мой взгляд, уже сами по себе, и они уже вещи в себе. То ли это выжженная трава, то ли это песок, то ли какой-то суглинок, или какие-то фигуры. Когда говорят о типажах Папкова, это странно, потому что ничто в этих типажах не выдаёт, что это какие-то рабочие какого-то определённого рода деятельности. То есть здесь уже это скорее, как я уже сказала, вещи в себе, это не строители коммунизма, как у Остовцев и его любимых учителей, это как бы уже попытка осмыслить через себя то, что он вначале воспринял безусловно, как эталон сурового стиля. Здесь должна была быть другая картина, и я не поленюсь её снять, потому что мне это важно. Это опять же продолжение темы вещей в себе. Папков всегда идёт по пути упрощения композиции, и потом в конечном варианте останется вот этот зелёный фон два человека будут лежать на нём как бы сами по себе, и не очень будет понятно, кто это. Адам, ли Ева, любовники, между которыми наступило охлаждение, добро и зло, и не янь, то есть художник уже оперирует не типом и не типажами, а он оперирует идеями, символами. И, кстати, очень интересно посмотреть, как происходит движение мыслей Папкова от варианта к варианту, как он прорисовывает вокруг мужчины, в конечном варианте появится, и женщины появится свечение вокруг контров, они будут так вот светиться, то ли ангелы, то ли люди, вот тут уже как бы загадка Папкова начинается. Если вы посмотрите на картину вдовы, она огромная, за всем этим стоит реальная история. Он ехал на север, он жил в избе вдовы, он наблюдал за посиделками этих старух, они пели, он лежал внизу, он видел эту линейную композицию и пишет в воспоминаниях, ему ничего не оставалось, как написать картину, ему ничего не оставалось, как написать картину, и дальше я хочу вам показать работу, портрет в шинели отца автопортрет. Наверное, вот это ключ, это разгадка всего творчества. Обратите внимание, что ангелы, они того же в общем красного цвета, что и старухи на картине, это безусловно уже образы, символы. Если вы мне не поверили, когда я говорила, что это не люди, а ангелы, это не люди, а символы, то если вы посмотрите на эту картину, вы посмотрите на вдов, вы уже видите, что фигуры просвечивают через платье, через друг друга, и возможно вас больше убедит, что он стоит в окружении вечности и в окружении как бы ангелов России. И обратите внимание на этот же зеленый, на этот цвет неземной бытийности, как я его иногда называю, и на эту палитру практически всегда у Попкова красный цвет, этот цвет юности, этот цвет крови, это вот та лужица, которая натечет на асфальт, когда ему выстрелят в горло. Еще одну работу, которую я хотела вам показать, это «Мой день», такое вот странное название, значит, что у нас здесь прошлое в виде старухи, которая уходит, но на него оборачивается настоящее будущее, прекрасное, манящее, она уходит, и, кстати, обратите, как коленки сделаны, как будто фреска осыпающаяся, а в центре мироздания, может быть, под райским деревом, творит художник, тут должно быть просто очень много синего в работе, у него на палитре опять тот же красный цвет, и вот он стоит в центре как бы мироздания и смотрит вот на этот мир, который вокруг него как бы и есть и уходящий, и продолжая эту тему, вот эта работа «Тишина» одна из последних, она уже называется «Тишина», потому что прошлое уже окаменело и ушло совсем, будущее, оно еще непонятно, оно слепо, пейзаж как бы выгоревший, да, такой, деревья облетевшие, а художника больше он не стал, поэтому мир-замок остались только практически вросшие в землю церковь. Кстати, у Гелия Кожева, о которой еще не успели поговорить, у нее тоже есть полежащая пара, а тут, вот если видно, видите, вот эти мужчина и женщина, символ, да, казалось бы, рай, казалось бы, мужчина и женщина, а у Попкова это вечное какое-то одиночество и абсолютная как бы неспособность что-то разделить с другим человеческим существом, даже если это любимый человек, даже если между ними ничего, кроме рая и цветов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!